В зале Дворца культуры «Современник» для торжественного награждения собрались участники 17-го городского смотра конкурса «Есть такая профессия – Родину защищать». В этом строю команды из детских садов, школ, а также предприятий и организаций города. Всего 31 сборная. На протяжении недели конкурсанты проходили интеллектуальные и спортивные испытания. Чтобы показать достойные результаты, участникам пришлось посвятить практически все свободное время тренировкам. На самом деле подготовка к конкурсу – это непростое дело. Готовились мы, наверное, месяц точно, днями, ночами. И с работы нас отпрашивали, и ночами мы собирались, потому что все-таки все люди работающие, и тяжело найти общее время, в которое мы можем собраться. Но я думаю, что мы получили от этого очень большое удовольствие, потому что мы все-таки команда, и, как видите, результатом мы хорошего добились. Команда «Учитель» участвует в смотре конкурса «Есть такая профессия – Родину защищать» уже больше пяти лет. В этом году первое место педагоги разделили со сборной специального управления федеральной противопожарной службы номер 22 МЧС России. В номинации «Орлята учится летать» лидерами стали малыши из детского сада номер 13. В категории «Мы – будущее России» лучшей признана команда младшеклассников из школы номер 222. В номинации «Юный патриот Отечества» сборные старшеклассников из школ номер 226 и 222. Однако победа в конкурсе, считают ребята, это не главное. В конкурсе «Есть такая профессия – Родину защищать» – это в первую очередь гордость за свою страну, что мы в нем участвуем, нам дали возможность в нем поучаствовать. Доказать, что мы патриоты, мы можем защитить свою страну даже в таких конкурсах. Кроме этого, по итогам смотра конкурса «Есть такая профессия – Родину защищать» выбрали лучших командиров. Ими стали Вероника Бутузова из 222-й школы и Илья Пиксаев из детского сада номер 15. Диана Котлерова, Вячеслав Юртаев, телерадио-компания «Заречный». Родина Котлерова, Вячеслав Юртаев, телерадио-компания «Заречный». Продолжение следует...